За неделю межведомственные дежурные группы проверили 51 иностранного гражданина, 14 перевлекли к административной ответственности. За нарушение правил проживания и трудоустройства два выходца из Узбекистана оплатили по 5000 штрафа и принудительно выехали из России. О работе сотрудников миграционной службы за минувшие 7 дней отчитался начальник миграционной службы Андрей Дубошин. За прошедшую неделю в отделе УФМС в городе-курорте Анапур поставлено миграционный учет 223 иностранных гражданина, проведено 6 проверочных мероприятий. По результатам резных проверок составлено 24 административных материала. Из них 5 это за незаконное проживание на территории Российской Федерации, 7 за незаконную трудовую деятельность, 12 за неоплату штрафных санкций. На прошлой неделе вынесено судебное решение по факту нарушения закона работодателям. За привлечение нелегальных работников нарушитель поплатился штраф в 5 миллионов рублей. 6 числа при незаконной трудовой деятельности нами было задержано 4 африканских гражданина. Это один гражданин Гвинии и три гражданина Кодилуара, которые осуществляли у нас незаконную строительную деятельность. Тут бы хотел отметить взаимодействие с нашей общественной деятельностью. Супер Алексеевич провел хорошую воспитательную беседу. Данные граждане прибыли к нам на камни из Ростовской области. В 9 утра взяли лопаты в руки. В 11 мы уже получили информацию. И в тот же день данные граждане с судебным решением были отправлены в Капанской приемник распределить. Отметили работу общественников. По их сигналам о нелегалах специалисты проводят проверки. И результаты такого взаимодействия заметны. Непрошенных гостей в Анапе стало значительно меньше. В администрации города-курорта пересмотрят регламент оформления документов. Вице-мэра Анапы Светлана Ировая напомнила. Ревизия земельных участков сельхозназначения продолжится. Продолжат выявлять должников специалисты налоговой службы и судебной приставы. Сформированы 5 мобильных групп. В 2013 году сократилось число предпринимателей. Мэра Анапы Сергей Сергеев поручил проанализировать, какие именно категории отказываются от бизнеса и почему. Тот, кто зарегистрирован налоговой, они платят налог. А тот, кто под черным флагом, он налог не платит. Значит, у них можно демпинговать ценами, расцены. Вот они нам и расскажут, что вы не контролируете. Здесь заезжают все коммунители. Едут с Темрюка, с Краснодара, с Майкопа, с Белоресинска. Работают торсистами. Мы идем в СИЗО. То снижение, которое есть, мы людям должны бежимно оприяться на все заводы. Нашим, я еще раз подчеркну, нашим бизнесом. Я эгоист в этом плане. Меня темно меньше всего интересует. Понимаете? Пусть не обижается на меня Иван Николаевич. Меня интересует она. К июню завершат ремонтные работы в роддоме. Предприятие «Альфастрой» проводит работы согласно графику. Сергей Сергеев предупредил. Своевременная оплата работникам поступит, если все обязательства по ремонту выполнят в полном объеме и в срок. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков указал ответственным на недостаток в работе. У санатория «Элада» на Пионерском проспекте после ливней лужа стоит по несколько дней. На этой неделе хозяев всех предприятий и магазинов обяжут установить урны в едином стиле. И 12 февраля в Витязеве начнет работать 21-я ежегодная выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России». Анапчане выступят организаторами и участниками большого мероприятия, представят свою продукцию и услуги. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион.